Сегодняшний наш рассказ будет о редком танке Советского Союза, это танк Т-35. Работы по его созданию велись в начале 30-х годов, и к 1933 году танк вот в таком виде был готов к производству, но получил марку Т-35, так как был поставлен на вооружение в 1935 году. Танк уникальный в своем образце, вы можете сравнить его размеры. Для сравнения, вот танк Т-34, они выполнены в одном масштабе. Размеры танка почти 10 метров в длину, 3,4 метра в высоту. Экипаж танка составлял 11 человек. Его уникальность вы можете видеть уже в том, что на танке расположено 5 башен. Это главная башня, располагалась вверху. Две артиллерийских башни располагались, так сказать, на втором ярусе, и две пулеметных башенки располагались также на втором ярусе. Вооружение составляло... Главный калибр был 76 миллиметров, краткоствольная пушка. Еще две пушки располагались в нижних башнях, пушки были 45-миллиметровые. Также на вооружении танк имел 6 пулеметов калибра 7,62, стандартные в то время. Экипаж танка состоял из 11 человек. В верхней башне располагался командир, пулеметчик и радист. В нижних артиллерийских башнях располагалось по два человека. Еще по одному человеку располагалось в пулеметных башнях. Механик-водитель располагался еще ниже, слева по ходу танка. И в кормовой части танка располагался механик, который следил за работой двигателя. Двигатель несколько раз модернизировался и усиливался, и максимально двигатель, который стоял на этом танке, был 580 лошадиных сил. Запас хода у танка был не столь велик, всего 100 километров. На этом сказывалось, как вес танка изначально в районе 50 тонн, впоследствии доработок, модернизации, усиления брони, танк достиг массы 54 тонны. На тот момент это, наверное, один из самых тяжелых был танков. Ходовая часть состояла из сдвоенных катков и 8 поддерживающих катков, расположенных за бортовыми экранами. Бортовые экраны выполнялись из 10-мм бронированной стали, играли роль бортовой защиты. Само бронирование танка составляло от 30 до 20 мм. Сильнее всего была бронирована башня в районе 30 мм, что на тот момент уже являлось не очень достаточным. Сам танк имел небольшую скорость 30 км в связи с большой массой и слабым двигателем. Все попытки модернизации к существенному повышению боевых качеств не привели. Снят с вооружения в 1939 году с приходом войска новейших на тот момент тяжелых танков, таких как КВ-1 и КВ-2. Танки показали себя в боях не то что плохо, они в общем не успели себя показать, так как при начале Великой Отечественной войны мы располагали всего 56 танками ходовыми. Выпущено было 61 всего танк, завод в Харькове успел выпустить. И вот эти 56 машин практически все были потеряны в начале 1941 года, в начале войны, так как большинство из них располагалось в Киевском особом военном округе. Опять же большая часть из них была потеряна по техническим причинам. Это поломка ходовой части, поломка двигателей, поломка трансмиссии. И лишь незначительная часть была потеряна в ходе боевых действий. Конечно, интересна концепция такого большого многобашенного танка. Казалось бы, наверное, только Советский Союз мог себе такое позволить. Колоссальное сооружение. Но нет, во Франции, начиная еще с Первой мировой войны, строились подобные танки большие, габаритные. В Германии были работы по производству многобашенных крупных танков. Ну и также можно сказать, что танк Т-35, это, наверное, как финал советских многобашенных танков. До него были танки Т-24 с двухуровневым расположением башен. Танк Т-28, который вы наверняка видели где-то в кинофильмах, можете его видеть на нашей выставке. Это был трехбашенный танк. И вот как апофеоз советского танкостроения, танк Т-35. Из замечательного можно сказать, что данный танк удостоен чести быть отображенной на медали, по-моему, за отвагу. Где вверху летят самолеты Ил-2 и его изображения. Субтитры создавал DimaTorzok